Банка Японии Если говорить конкретнее, то там председатель Центрального банка сказал, что ослабление иены половину прироста цен составила сейчас рекордная инфляция в Японии. Если посмотреть в целом на карту рынка, то индексы сегодня торговались противоречиво. Противоречие составили китайские индексы, переваривают инвесторы решения коммунистической партии и в частности товарищей Си. Вчера падали, Golden Dragon индекс в США, индекс китайских акций упал вообще на 14%. Сегодня из 10% потерянных Alibaba отыграл 2%. И в целом индекс гонконгской биржи, а также Shanghai Composite закрылись фактически плоско. Не плюс, не минус, но при этом в красной зоне. Что же касается российского рынка, то здесь царит оптимизм, обусловленный тем, что инвесторы начали получать дивиденды Газпрома от нефти и реинвестируют их. Индекс МВБ преодолел отметку 2100 и по итогу дня добавил 3%. Его долларовая составляющая индекс РТС также прибавила более 2,5%. При этом рубль по отношению к доллару и евро изменился не очень значительно. Полпроцента, на самом деле полпроцента рубля осла по отношению к доллару. 61 рубль почти 50 копеек закрыли торговую сессию. И 61 рубль 50 копеек евро возвращается к паритету. Но об этом поговорим в течение этого выпуска. Что же касается американских и европейских бирж. На европейских биржах отчитались банки BC и UBS. Больше того, оба банка на фоне ужесточения кредитно-денежной политики, а именно повышения ставок, показали прирост своих чистых прибыли. И, конечно, это выше того, что ожидали аналитики. И, в общем-то, это является драйвером индексов, которые прибавили более процента. Что касается американского рынка, то отчеты сегодня. Множество компаний предоставили свои отчеты за третий квартал. Это поддерживает рынок. Рынок продолжает свой рост плюс один процент по основным американским индексам. Нефть тем временем тоже прибавляет до 0,2%. Бочка Brent стоит 94,18 доллара. Сейчас газ в Европе теряет на загруженности европейских газохранилищ на 94%. Газ потерял более 12%, меньше 1000 долларов за 1000 кубометров. Из крупных движений на ожидании рецессии, а также пекущих в количестве заражений ковидом в Китае теряют на товарном рынке медь. Медь потерял процент за сегодняшний день. Палладий 2% почти с половиной. Золото в районе 1650 за тройскую гунцию торгуется. И алюминий добавляет 5%, более 2300 за тонну. И по-прежнему разыгрывается карта отмены поставок российского алюминия на лондонскую биржу. Что же касается курсов валют и вообще торгов на валютном рынке. Индекс доллара сейчас замер на отметке 112 по отношению к корзине мировых валют. На решении о вступлении в должности Риши Сунок фунт добрался до отметки почти 1,15 доллара. Добавляет 2%. Укрепляется также и евро. Евро добавил почти процент. 99,5 центов дают за 1 евро. То есть евро близок к паритету. Во всем виновата мягкая погода. В общем-то инвесторы уже с надеждой смотрят на зиму. Вполне возможно даже хватит этих хранилищ и газа, которые запасли европейцы на всю зиму. Десятилетки американские падают доходности 4,1 дают. И естественно пазают в доходности, что немецкие десятилетки. И в Великобритании 3,6 процента дают. Там падение по доходности составили 2 процента. В Германии вовсе 6 процентов. Если конкретнее посмотреть на российский рынок, то есть несколько интересных историй на карте рынка. В целом вся карта зеленая. Продолжаются спекуляции в Лензолте. Плюс 16 процентов. Газпром добавил 5 процентов. Сбербанк тоже 5 процентов. Добавил Сегежа. 7 процентов. АФК-система. 5 процентов. Корректируется Совкомфлот. Это, наверное, единственное красное пятнышко на карте рынка. Поговорим в целом, как прошли сегодня торги. И как отчитались. Компания сегодня выпустила отчет X5 Retail Group. Для этого приглашаем в эфир Александра Сайганова, руководителя аналитического отдела Invest Heroes. Александр, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Действительно, X5 в третьем квартале увеличила чистую прибыль на почти 17 процентов до почти 16 миллиардов рублей. Как вам отчет этой компании? Насколько она вообще интересна инвестору? В целом, отчет ожидаемо позитивный. Он показывает нам продолжение тренда на рост доходов у продовольственного ритейла. Собственно, этот тренд мы видели во втором квартале. Этот же тренд продолжается в третьем квартале. Очевидно, что подобное мы увидим у магнита, который скоро отчитается. Что касается инвестиционной привлекательности для инвестора, у X5 есть один минус. Как и у ряда других компаний, он торгуется в форме депозитарных расписок, из-за чего он не может платить дивиденды в ближайшее время. Соответственно, если говорить о ритейл-компаниях, это единственный фактор, который его бы отсеял из тех, кого бы я назвал топ-пиками на российском рынке. То есть X5 с точки зрения бизнеса перформит очень неплохо. Он показывает рентабельность высокую, которая под давлением определенной из-за тренда на экономии от потребителя, но все еще остается на достаточно высоких уровнях, чтобы зарабатывать хороший кэшфол. И при нормальных условиях X5 мог бы платить высокие дивиденды. Если говорить в целом про рынок ритейла, есть ли какие-то тенденции? Вот Сбериндекс, пока это, конечно, такие предварительные данные и не очень надежные за неделю, но показывает, что мобилизационный шок начал ослабевать, и потребительский спрос несколько восстанавливается. Вот насколько вообще текущая модель поведения потребителей, потому что Центральный банк сетует перед пятничным заседанием, консенсус прогноз, что ставку не меняют, но сетует на то, что инфляционные ожидания потребителей растут, и все больше и больше потребители склонны сохранять. Вот новая модель потребления, насколько влияет на ритейлеров, и кто из них вообще лучше справляется? X5, лента или магнит, который будет отчитываться на этой неделе? Окей, тоже хотелось бы увидеть их отчетность, если она все-таки будет опубликована. Да, ну давайте здесь разберем два сегмента. Всякого вы перечислили, это фуд-ритейлы так называемые, то есть те, кто в основном получает выручку от продажи продуктов еды. Собственно, есть главный удар, который наносится желанием людей экономить. Главный удар наносится по непродовольственному ритейлу, как раз потому что сбериндексу там 20-30% падения год-года идет, за счет того, что как раз люди откладывают все долгосрочные покупки. Этот тренд, он начался не в последней неделе, его мы наблюдаем уже несколько месяцев. И он актуален. Как раз это то, почему мы среди ритейлеров предлагаем фокусироваться только на фуд-ритейле. А непродовольственный ритейл пока что не трогать. Это сектор, который находится под большим давлением и мы видим результат, которого пока что, вероятно, будут плохими. Что касается фуд-ритейла, там тоже есть тренд, связанный с тем, что люди из-за желания экономить переходят на более низкомаржинальную продукцию. Это мы видим по просадке валовой маржи практически всех ритейлеров. То, что здесь важно отмечать, с одной стороны, валовая маржа действительно на несколько десяток процентов пункта проседает, с другой стороны, в этом нет ничего страшного, то есть она не обновляет там новые минимумы. И при этом фуд-ритейл продолжает расти по лайк-фолай-продажам, то есть практически всю инфляцию он забирает себе в рост выручки, за счет чего этот сектор является одним от немногих, которые прибавляют по финансовым результатам. Плюс фуд-ритейлеры продолжают открывать новые магазины, что немаловажно. Вот как раз в отчете по экспертам это прекрасно видно. То есть с 19% курочки, 12-13% это эффект инфляции, то есть роста трафика, роста среднего чека, а 6% это эффект того, что в них увеличилась торговая площадь. Соответственно, какие здесь можно еще выделить важные тренды? Вы упомянули ленту. Лента как раз это, по сути, прокси на гипермаркетах. И у лента мы видим очень слабые лайк-фолайк-продажи, то есть там они порядка 1-2-3%, в то время как у магнита и X5 это там 12-13%. Сегмент гипермаркетов и в 20-21-19 годах в принципе переживал времена стагнации и упадка в пользу магазинов у дома. Сейчас мы видим, что этот тренд абсолютно в силе актуален. То есть потребители отдают возвращение магазинам у дома. Из-за чего в итоге, ну, лента выбывает из списка потенциальных кандидатов на какой-то стронгбайк, и там остаются как раз магнит, X5 и окей. Напомню, что магнит торгуется в форме акций, поэтому он особенно интересен для инвесторов. Соответственно, X5 и окей торгуются в форме депозитарных расписок. Минус, главный ощутимый для инвесторов в том, что дивиденды они даже, если захотят, сейчас выплатить не смогут. По окей можно отметить то, что его сегмент дискаунтеров, который у него есть, он показывает действительно мощный перформанс сейчас. То есть там лак-фолайки порядка 30, ну, рост выручки там идет 30% плюс год-году. Это, ну, собственно, мощно на текущем рынке, и за счет этого доля дискаунтеров выручки Окея продолжает расти. То есть Окея, мы помним, это гипермаркеты плюс дискаунтеры. Гипермаркеты пока стагнируют, бизнес дискаунтеров динамично развивается и все больше и больше приносит для Окея, что однозначно хорошо. Да, ну, на самом деле здорово, что вы отметили именно эту тенденцию, потому что по отчету пятерочки, по отчету X5 видно, что сокращение трафика в перекрестке, но вот, возможно, дискаунтер чижик как раз это частично компенсирует. В целом, по этой неделе давайте еще пару историй успеем затронуть, потому что собираются, вроде как, планируют показать свою отчетность и Яндекс, и Новотек, но напомню, что за первое полугодие по РСБУ не показали почти 70% компаний, по МСФО порядка 62% своей отчетности решили не показывать. Поэтому на этой неделе тоже мы частично не будем видеть отчеты, но вот, тем не менее, что вы ожидаете по Яндексу, кто может быть еще интересен на этой неделе для инвесторов? Да, по Яндексу ситуация такая, что он, собственно, открывал отчет за второй квартал в том числе. Мы видим, что Яндекс активно захватывает, ну, захватил уже по факту во втором квартале долю рынка Гугла, который вынувился день был уйти с российского рынка интернет-рекламы. Соответственно, выручка Яндекса росла. Вероятно, в третьем квартале мы снова увидим рост год-году, неплохой, двузначный по выручке и по еде. То есть, особенная сегмента, ну, основного бизнеса Яндекса в виде интернет-рекламы в том, что у него достаточно большая доля фиксированных издержек, соответственно, когда у него вырастает выручка, у него при этом вырастает еще и рентабельность поебеда. Поэтому за счет того, что Яндекс, ну, и на самом деле для Мэйла это тоже актуально, Мэйл захватили по сути доли ушедших западных игроков, они, во-первых, получили дополнительную выручку, во-вторых, еще увеличили свою рентабельность поебеда. Поэтому отчет по Яндексу с точки зрения его основного бизнеса будет сильным. А напомню, что практически всю свою беду Яндекс получает именно с поисковика. Хорошо, посмотрим, как будет отчитываться Яндекс на этой неделе. Надеемся, что отчет все-таки выйдет. Спасибо большое за экспертизу. С нами на прямой связи был Александр Сайганов, руководитель аналитического отдела Invest Heroes. Переходим к американскому рынку. Сегодня там было много интересных отчетов. И несмотря на то, что начался триллер с потолком госдолга, а также Федрезерв планирует как минимум разбираться до конца года с убытками от тех бандов, которые они скупали для поддержки рынка. Возможно, 80 миллиардов упадут как раз к добавок госрасходам. Но, тем не менее, на этом фоне довольно позитивно отчитываются компании и поддерживают рынок. Напомню, что рынок сейчас растет больше, чем на 1%. Обсудим вышедшие отчеты. Роман Дмитриев, управляющий частным фондом Profit King, с нами на прямой связи. Роман, рождение ваших компаний не мешает очень сильно. Да, давайте посмотрим, наверное, на отчет Coca-Cola. С него начнем. Один из самых, наверное, важных и интересных. Как раз Coca-Cola отчиталась лучше ожиданий по выручке по чистой прибыли. Ну и вот мы подготовили небольшие слайды, как вы просили, с кользящими средними. Давайте обсудим, чем Coca-Cola может быть интересно потребить не только потребителю, а именно частному инвестору. Так, меня слышно, да, Александр? Да, да. Да, на самом деле, я считаю, что действительно отчет хороший. Мы видим, что Coca-Cola объявляла все ожидания, которые были возложены аналитиками. Соответственный размер прибыли и по выручке были, на самом деле, хорошие показатели. При этом она объявляла о том, что она поднимает цены. И на самом деле, это самая лучшая история, которую говорил даже Уоррен Батт, что кто стоит для одной Coca-Cola поднять цены на 0,1 и, соответственно, объем выручки вырастет. Поэтому, что еще очень позитивно, что Coca-Cola, одна из немногих компаний, заявила о том, что она увеличивает прогнозы на этот год по выручке и по прибыли. Поэтому, если посмотреть действительно на график, который мы видим по Coca-Cola, мы видим, что цена уже приближается к 59 долларам за акцию и в ближайшие время, я думаю, что рынок всегда живет ожиданиями, что в следующем квартале у нас уже совсем не так далеко и Рождество, и Новый год, продажи будут увеличиваться. Я думаю, что Coca-Cola имеет все шансы и перспективы показать максимальное значение до конца года. Поэтому Coca-Cola очень интересный актив, который, я считаю, что надо продолжать удерживать в своих портфелях. Что же касается General Motors. Сегодня вроде как такие позитивные еще были интервью выходили от CEO. Но при этом, если сравнивать результаты с Tesla, конечно же, немножко так все это выглядит прошлым веком. Плюс, конечно, не такие результаты, наверное, ждали бы от производителей электроавтомобилей. GM метит как бы в лидеры производителей. Но тем не менее, как вам отчет GM? Какие перспективы? Как GM смотрится на фоне других своих конкурентов? Отчет в целом вышел. Вот вы видите, чистая прибыль на одну акцию побила ожидания аналитиков почти на 20%. На самом деле, тоже прогнозы, которые были по General Motors, мы видим, что они отчитались гораздо выше, чем были прогнозы. Они повторили про прибыль за год, который они подтвердили, что будет такая же прибыль. Потому что сейчас действительно многие инвесторы смотрят на те оценки, не которые выходят по прибылям уже по факту, а на те прогнозы, которые компания делает до конца года. И это является очень важным фактором. Потому что последующий год, безусловно, все опасаются и понимают, что на пороге возможная рецессия, о которой говорят. Это может привести именно к снижению потребления, к тратам на машины. Поэтому в ближайшей перспективе мне кажется, что General Motors, конечно же, она продала огромное количество машин под полмиллиона за этот квартал. И в ближайшее время, мне кажется, еще продажи могут быть, но давление следующего года будет все-таки оказываться на котировке. И потребители, мне кажется, уже достаточно то, что мы говорили уже в первой части. И в Америке то же самое, что потребители, наверное, будут сейчас в период роста процентных ставок экономить и не совершать крупных покупок. Поэтому, да, отчетность хорошая, но перспективы пока, я бы считал, скалубитральные. И эта компания бы оценивала этот отчет как нейтральный вообще для компании. И, ну, сказал бы так, что это не самая интересная акция для того, чтобы сейчас ее удерживать в портфеле. Сегодня также отчиталась компания Халибертон. Понятно, что с точки зрения работы на нефтяном рынке цены на нефть оказали существенную поддержку. Но вот маячащая рецессия на горизонте будет ли влиять на доходы этой компании? Будут ли влиять вот эти релизы нефтяных резервов? Как вообще смотрите на отчет? Может ли эта компания быть интересна инвесторам? Вы правы, да, что прибыль на акцию в размере 60 центов они объявили. И вообще, что прибыль почти в два раза больше, чем в прошлом году. Это действительно очень главный и понятный, с чем вызванный отчет. Вопрос самый главный, который, мне кажется, будет для этой компании решающим, это насколько будут продолжительно высокие цены на нефть, насколько будет дефицит, насколько все-таки будут сильные ограничения, как они будут работать с поставками российской рынки на международный рынок. Поэтому, мне кажется, пока причин для того, чтобы сказать, что ситуация улучшится с точки зрения спроса, у нас есть дефицит подобычи, мне кажется, что действительно пока цены будут находиться по нефти в районе 90 долларов за баррель, компания имеет очень серьезные шансы на то, чтобы действительно выйти на новые уровни по своим значениям. И мне кажется, что я бы поддержал компанию еще в портфеле и где-нибудь фиксировал прибыль в районе 42 долларов. А это еще на самом деле у нас порядка, ну, порядка 15 процентов рост. Еще успеем за одну минуту обсудить компанию UPS. Я помню, что, Роман, во время ковида ориентировались на UPS, на количество их заказов, потому что доставка это вот то, что показывает состояние экономики. Вот текущий отчет UPS, что можно сказать по нему о состоянии экономики? Ну, во-первых, да, сейчас другая история, сейчас люди уже не сидят по домам, посылки чуть меньше пользуются. И, соответственно, действительно, отчет UPS, он хорош по сравнению с отчетами других компаний, которые занимаются рассылками. Поэтому UPS показал более высокие доходы, чем ожидалось, но при этом он не скорректировал, опять же, годовой свой прогноз. И выручка выросла, и прибыль выросла. Поэтому отчет хороший, но перспективы дальнейшие пока, мне кажется, очень такие сомнительные. И сильного роста в этой компании я бы сейчас пока не видел. И считаю, что сегодня на этом отчете инвесторы фиксировали прибыль. И в дальнейшем, наверное, надо смотреть следующий год, который уже будет перспективой этого следующего года. И пока эту компанию поставить на ход. Спасибо большое. С нами на прямой связи был Роман Дмитриев, управляющий частным фондом Profit King. Спасибо за экспертизу. И самое главное, что это не является инвестиционной рекомендацией. Но сегодня отчитывались такие компании, как Biogen. Также видели отчет компании General Electric и Valero Energy. А после завершения торговой сессии отчитается материнская компания Alphabet Google. Но пока Wall Street Journal пишет, что там тоже могут снижаться чистые прибыли. Завтра продолжится сезон отчетности. Будем следить также за решением по ставкам в Канаде в ЕЦБ. И в пятницу в России. Будьте в рынке вместе с РБК.